Здравствуйте, здравствуйте! Вы на канале на 7 струнах Орфея. Подписывайтесь, кто ещё не подписан. И сегодня смотрим, что принесёт вам новолуние, которое у нас состоится 1 декабря 24 года, в это воскресенье. Что принесёт оно вам? Так, смотрим. Это будет какое-то предложение для вас. У нас, возможно, опять же, у кого-то предложение руки и сердца, а у кого-то предложение о новой работе. Также, может быть, кто-то выйдет из какой-то закольцовки, какого-то хождения по кругу, это всё закончится. И начнётся что-то, новый этап какой-то. Да, это будет новый этап, будут новые перспективы и планы. Скорее всего, по поводу вашей работы прояснится ситуация именно на новолунии. И вы уже найдёте своё верное направление, куда вы будете двигаться дальше. Как расчистится дорожка для дальнейших действий. Карта остановки. Также, кто-то захочет уйти с работы, кто-то захочет уйти в отпуск, кто-то просто побудет несколько дней дома, возьмёт выходные какие-то. Это у нас новолуние в Стрельце. Так, и благодаря тому, что вы отдохнёте, как-то себя разгрузите, исполнится ваше желание, так как вы будете более расплавлены. Исполнится желание, появится возможность это желание реализовать. И пусть так и будет у всех. Так, и также карта змея у нас выходит. Карта здоровья. Здоровье у нас, у кого-то оно пошатнётся, у кого-то будет улучшение вашего состояния здоровья. Я думаю, что всё-таки будет улучшение. Это как рядышком карта звезда. А вот у девушки, у какой-то, скорее всего, у вашего врага, состояние здоровья ухудшится. Так, дальше смотрим. Что принесёт новолуние 1 декабря? Что принесёт? Карта силы. Да, так как и ваше здоровье улучшится, а у врага ухудшится, конечно, вы почувствуете свои силы. Прекрасно. Войдёте в свою лучшую форму, скорее всего, так. Так, карта императора перевернулась. Какие-то знания, вам, может быть, захочется отдохнуть от знаний, не захочется что-то изучать, захочется немножко отдохнуть. Ярофант. Также какой-то мужчина, наделённый властью, скорее всего, будет вам помогать. Может, это ваш мужчина, который стал больше зарабатывать, ну, или работодатель у кого-то. Также вы можете для других быть как учителем и нести в этот мир знания. Так, десятка кубков у нас ещё пока что перевернулась. Ещё немного не хватает для полноты чувства. Чего-то вам будет не хватать. Ну, у кого-то финансов, у кого-то любви. Не будет весь спектр раскрашен. Так, и у нас колесница перевернулась. Не рекомендуется делать какие-то поездки. В период Новолуния мы сейчас смотрим. Ну, то есть три дня до, три дня после, до третьего декабря. И вот, допустим, завтрашнего дня, ну, сильно далёкие поездки лучше отложить. Так, и у нас императрица перевернулась. Допустим, вы хотели себя привести в порядок. Пока что то ли на это не будет у вас времени, то ли недостаточно ресурсов ещё пока что. Ну, это всё заканчивается буквально, я думаю, через пять дней. После того, как пройдёт, ну, первые дни вот этого Новолуния, уже появится возможность всё это осуществить. Да, двойка кубков. То есть у вас появится какой-то выбор, принятие верное решение для того, чтобы за собой ухаживать. Так, и смотрим «Любовный оракул». Смотрим совет от «Любовного оракула» на Новолуния 1 декабря. Что нам говорит любовь? Что говорит любовь? Опа, такая красивая девушка с бабочками. И что же тут писаться? Погрузитесь в своё сердце. Вы уже знаете, ответ находится. Именно там. Делайте то, что вы чувствуете. Что и это будет правильно. Такая вот сейчас девушка. Ваш ответ будет здесь у вас. Кто-то может помедитировать также. И тогда бабочки и цветочки снова расцветут. До новых встреч, друзья. Благодарю вас за внимание. Всего самого прекрасного. Здоровья, удачи, мира и тишины. Пока-пока.